о цели Клиффа. Каким-то образом наши персональные берега с помощью хиральной сети начали срастаться воедино, порождая один огромный шов. Если этот процесс продолжится, есть риск, что твари просто хлынут в наш мир и создадут выход смерти с совершенно беспрецедентных масштабов. Однако поля боя Клиффорда Унгера и мой собственный берег существуют в полной изоляции и не затронуты этим феноменом. Они не пересекаются и никогда не пересекались с другими. Но что, если существуют берега другого класса, на более высоком уровне, которые и стали катализатором этого процесса? И что, если берег Амелии является как раз таким? Может, Клифф и вызвал директора, но я верю, что он хочет заполучить контроль над берегом Амелии, а затем распространить власть на все берега, чтобы вызвать последний выход. Это единственное объяснение действий Клиффа. Потому-то ты и должен его остановить. Если Хартман прав, то дело очень серьезное. Вызвать последний выход с помощью хиральной сети и берега Амелии. Вот зачем она была нужна Фиксу, так? Если его на это подбил Клифф, все сходится. Благодаря последнему выходу он сумеет отомстить миру, который отнял у него жизнь и ребенка. Останови его, Сэм. Тебе нужно попасть на берег Амелии как можно скорее. Иди и верни ее. Это единственный шанс. Иначе мы все обречены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я узнал, что скоро стану отцом, я испугался. Я испугался того, что это значило. Я должен был позаботиться о вас любой ценой. Я просто не мог больше рисковать своей жизнью. Я не мог оставить вас от них. Не мог. Я все перепутал. Перепутал. Отцовство меня не испугало. Я стал храбрым. А прости. Что я понял только сейчас. Не повторяй мои ошибки. Будь с собой. Будь с собой. Капитан. Отдайте ребенка. Стреляй, Джон. Стреляй. Я отдала тебе приказ. Стреляй. Стреляй. Будь с собой. Как и. АПЛОДИСМЕНТЫ КАКИКА Продолжение следует... 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 Верни мне, Бе-Бе. Дай Хардвардвард. Бе-Бе. Это всё я виноват. Я... Граждан сражаться. Отдыхай, Бе-Бе. Поймите, Бе-Бе. Бросьте. Дай Хардвард. Бебе, как я без тебя? Бебе, как я без тебя? Меня зовут Я Клипп, он Лангер. Бебе. 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 Сырай, сырай, сырай. Дай хардман. Я всё исправлю. Дай хардман. Дай хардман. Дай хардман. Дай хардман. Бэбэр, где ты? Это всё я виноват. Дай хардман. Минь, я сам. Да. Дай хардман. Один. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Верни мне ББ. Найдите ББ. Открыть огонь! Взятый путь. Продолжение следует... 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 Это всё я виноват. Меня зовут. Я Клиффер. Он вернёт. Пора под огнём. Найдёте, Пеппер. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Давай сам. Вставай. Вставай. Берите ББ и уходите отсюда. Вашей жене я помочь не могу. Простите. Если она мне приказывает, я должен подчиниться. Обязан. Но вы были моим командиром. И ваша семья не заслужила такой участи. Зачем ты мне помогаешь, если тебя схватят? Потому что вы спасали мне жизнь, сэр. Не раз и не два. Штабные посылали нас в самое пекло, а вы возвращали нас домой. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Не думаю, что он пытался навредить нам. Он просто хотел поговорить. Но ты сказал, он удерживает Директора в плену на берегу. Да. Видимо, и что-то связывало когда-то в прошлом. Их и Бриджит. какое совпадение хочу кое-что показать случайно обнаружил копаясь в архивах это сообщение которое записал директор с пометкой если я не вернусь ладно я записываю это на случай если со мной что-то случится это секретное послание я надеюсь меня смотрит кто-то из бриджеса мне пришел подарочек от амелии она предлагает перенести меня на берег но путь мне должна указать эта кукла это ловушка наверняка но я решил ей подыграть вы ведь все тоже мне подыгрывали вы знаете эта маска скрывает не только мое лицо ну амелия тоже чистый лист без прошлого они нет никаких записей она призрак и что касается призраков я с ней никогда не виделся а вы вы видели ее во плоти жали ей руку касались та наша экспедиция была поделена на две группы амелия была в первой мама и хардман во второй они не общались с ней напрямую да отряд амелии погиб в краевом узле все кроме нее все кто мог подтвердить что она существует чушь она жива я ее касался и она меня ну я знаю ее только как голограмму я тебе говорю я ее видел в живую много раз еще маленьким да но на берегу вот что президент сказала про свою дочь амелия родилась на берегу там осталось ее ка но ее га перешла в этот мир из-за разделение тела и души она почти все детство провела в больницах но несмотря на это ее дум показатели били все рекорды с годами она приноровилась и ее сверхъестественные таланты расцвели к тому времени как ей исполнилось двадцать она могла легко перемещаться на берег и обратно и она начала проводить там все свое время с ней можно было связаться только посредством голограммы больше никак на этом настояла президент я принес присягу президенту и америке для меня ее слово было законом когда она сказала что амелия ее дочь и достойнейший кандидат в ее преемники я ей поверил но после восстановления архивов я решил воспользоваться своим уровнем доступа и тогда я обнаружил что у бриджет в молодости диагностировали рак матки и она не могла иметь детей видите не сходится да амелия не может приходиться бриджет родной дочерью так откуда она взялась кто она существует ли как мы можем быть уверены в том что она фактор вымирания если мы даже не знаем если она вообще да может вся теория про fv бред собачий но если нет если она причина выхода смерти я обязан принять ее приглашение я зарядил его гематическими патронами кровь сэма она связывает мой пистолет с ней со мной с ним со всеми нами а это а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...